ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет от суждения себе, не рассуждая о теле Господнем. Вот неподготовка, неподготовленность к причастию, которая ведет к осуждению, апостолом Павлом рассматривается только одна. Когда человек не рассуждает, то есть он не созерцает, он не молится, он не думает о величии того таинства, которому приступает. Что-то может отнять это понимание величия. Что? Что является препятствием к причастию? Препятствием к причастию может быть отсутствие мира с другими людьми, если мы не все сделали, чтобы с ними помириться от нас зависящее. Бывает, что человек не простил нас? Бывает. Но мы все ли сделали, чтобы помириться? Тяжкие грехи, в которых человек продолжает жить, которые он не исповедовал. И вопрос о том, сколько должно пройти времени совершения тяжкого греха, это вопрос к духовнику, конечно. Бывает так, что человек настолько кается, что никакого времени не надо. Так, например, было с преподобной Марией Египетской, которая после 18 лет жизни в тяжелейших блудных грехах на следующий же день после покаяния была допущена к святому причащению. Препятствием является препятствием для человека гнев на кого бы то ни было, раздражение, злоба и отсутствие поста. Но не поста подготовительного, а поста эфористического, который начинается с полуночи. Препятствием является вступление в супружеские отношения, в ночь накануне причастия. Других препятствий, кроме еще, может быть, неправой веры, это отдельный разговор, других препятствий нет. Дни поста подготовительные, чтение правила, это все инструмент для того, чтобы стяжать сокрушенное сердце. Вот должно быть сокрушенное сердце, это есть самое главное подготовление к причастию. И вот это сокрушенное сердце, оно и чувствует себя недостойным. Горе человеку, который приступает к чаше и считает себя достойным. Такой человек находится точно в духовном обольщении. Мы недостойны никогда будем тела и крови Христовых. Мы сокрушаем свое сердце с верой и надеждой на Божие прощение, мы приступаем к святой чаше. Поэтому мне кажется, что если есть тяжкие смертные грехи, то надо спросить у духовника, а во всем остальном надо приступать к причастию тогда, когда вы приходите на Божественную Литургию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok